Друзья, всем привет, всем хорошего настроения, добро пожаловать на мой канал. Я очень рада вас здесь всех приветствовать. Сегодня я хочу вам показать одну готовую работу. Ну, те девочки, кто подписан на канал Яндекс.Дзен, ее уже видели в мастер-классе. Также я хочу показать свои процессы. Вернее, не процессы, а продвижение своих процессов, потому что я нового так ничего пока не начинала. И немного расскажу о своих ближайших планах, так, в общих чертах. Эти планы, конечно же, могут измениться, как и многое, что в нашей жизни. И покажу две работы, которые связаны несколько лет назад, прошедшие испытания временем, и немножко расскажу свое мнение о пряже в целом и вообще о изделиях. Ну и давайте начнем с готовой работы. Это вот такая вот повязочка на весну, на голову. Я сняла по ней подробный мастер-класс. В общем, мастер-класс, девочки, на канале Яндекс.Дзен. Те, кто смотрит девочки на Ютубе, я ссылочку оставлю в описании под видео. Проходите, если интересно, да, и смотрите мастер-класс. Ну и обязательно подписывайтесь, девчонки, на канал, на Дзен, потому что все мастер-классы сейчас, которые я буду выпускать, они будут появляться на Дзене. На Ютубе пока мастер-классов не будет. Какие-то болталки здесь будут, буду показывать здесь готовые работы. Возможно, будут влоги. Я пока ничего обещать не могу, потому что тут всякие новости ходят, что, может, нас здесь и заблочат на Ютубе, да, нас русских, то есть. Поэтому не знаю пока, вот. Но мастер-классы на Дзен будут выходить регулярно. В общем, я связала вот такую вот повязочку. Это бобинная пряжа. Но, к сожалению, я не знаю точный состав. Помню, что здесь альпака и полиамид. Мне эту пряжу дарила моя подписчица Оля. И, в общем, не могу сказать, по-моему, в составе было что-то еще. Ну, здесь вроде как 110 метров на 100 грамм. Ну, примерно так. Я вязала спицами номер 5 кубическими. Это примерно 4,5 обычные китайские спицы. Ну, по крайней мере, по моей плотности так. Вот. Все подробности в мастер-классе. Ссылочку на Яндекс.Дзен я вам оставлю. Пройдете, посмотрите и там же увидите этот мастер-класс. Ну, и, возможно, подпишитесь на канал. Вот. Вот такая вот готовая работа у меня вышла за эту неделю. Что у меня не было на ютубе. Так. Дальше идем по моим процессам. Начну я с мочалки. Девчонки, я вам ее показывала. Она, конечно, у меня подросла. По-моему, на 20 с чем-то рядочков. Ну, уже как бы все. Уже я не могу ее вязать. Связать, конечно, надо. Мне связать нужно две мочалки. Мужскую и женскую. Какой-то заказ. Здесь немного осталось. И, не знаю, надеюсь, что за будущую неделю я ее домучаю. Я так выделяю себе сколько-то, 8-10 рядочков в день повязать. И все. И я не могу. У меня почему-то очень сильно устают руки. Хотя, вроде, не затягиваю. Вяжу в одну ниточку. Ну, вот все равно тяжело. Я когда-то вязала мочалку папе в две нитки. Там у меня ушло 4 моточка. Вот этих вот. Вот таких вот целых 4 моточка ушло. И, ну, тогда вообще реально тяжело было. И вот здесь вот точно так же ничего не меняется. То есть, как вот тогда мне было тяжело, рукам болели пальцы, так и сейчас. Или, возможно, пряжа такая вот не совсем легкая, ниточка, да. Не знаю. Это, господи, как она называется? Я даже не помню. Сейчас, секунду. Полипропилен. Да, это полипропилен. Ну, вот нелегко мне вязать. Но я обещала в прошлом ролике, что будет мастер-класс. Когда я буду вязать вторую мочалку женскую, я сниму обязательно мастер-класс. В принципе, сложного-то ничего нет. Но вот просто реально тяжело. Рукам пальцы очень сильно болят. Вот именно вот на правой руке, где я держу крючок. Может, я неправильно держу крючок, но я не знаю. Ну, в общем, вот такой вот это один из процессов. Дальше. Еще один процесс. Это мои шорты, которые я не знаю, сколько времени вяжу. Я их, опять же, распустила. В прошлый раз я вам показывала. У меня было связано уже до того момента, где мне нужно было уже разделять, да, как на штанинке, и делать ластовицу. Но вот я все равно решила распустить, потому что у меня там получилось слишком широко. Тут нужно подгонять по фигуре. Я примерно сейчас вот опять все по-другому высчитала. И вот делаю все по-новому. Я хочу додумать сама, как мне делать вот эти шорты. И здесь я сейчас еще придумала вот по бокам. Решила сделать такой узорчик. Здесь я его еще только начала. Я не знаю, видно вам или нет. Вот тут один переплетик сделан. Такую небольшую косичку из шести петель хочу пустить. И вот вывязала росточек небольшой сзади, да, потому что задняя часть у нас, даже штанина, она же всегда повыше идет передний. Вот я небольшой росток вывязала. И стала делать прибавки. То есть, получается, я думаю, что на задней части должно быть и петель немного побольше, да. Я просто посмотрела по своим джинсам, и получается, что сзади идет как бы больше ткани. Шов-то идет сюда больше наперед, и сзади идет побольше ткани. Поэтому я решила здесь добавить больше петель. Ну, в общем, не знаю, буду пробовать, буду... Если что-то не получится, я их опять распущу. Я все равно их когда-нибудь додумаю. Это пряжа Alize Cotton Gold обычная. По-моему, 330 метров на 100 грамм. Вот, буду вязать, пробовать все равно. Сейчас, конечно, я вяжу, мне кажется, что я толстоватые спицы взяла. Это 3,5. У меня надо, наверное, было на троечке вязать. На 2,5 я связала вот эту вот... Как такую полую... Типа полой резинки, но здесь я провязала просто обычной лицевой гладью и потом вот соединила. Но это я когда-нибудь в каком-нибудь мастер-классе покажу, как я это делала. Вот. Ну, пока буду вязать как есть. Надеюсь, что когда-нибудь научусь. Если уж не научусь, значит, буду у кого-нибудь покупать описание и вязать уже сама так. И потом начну, надеюсь, понимать, как все это рассчитывается и высчитывается. Вот. Так что все. Начала по новой. И да, кстати, я сейчас в этот раз набрала меньше петель. На тех шортах у меня было 200. Здесь я сделала 188. Я немножко сбавила. Потому что, ну, тем мне показалось, я когда уже сняла со спицы, я примерила. Ну, реально, там широкие такие вот, как оверсайз, такие панталоны получились. Вот. В общем, я распустила и это снова начала перевязывать. Ну, и третий мой процесс, который уже подходит к завершению, который мне очень-очень нравится. Это такой вот мужской джемпер. реглан погон сверху. Мне осталось домучить только рукав. Довязать осталось немного. По-моему, мне еще 60 рядов вниз провязать. Отснять несколько кусочков. Там мне нужно будет для мастер-класса. И потом уже все его приводить в порядок, прятать кончики, стирать, отпаривать. Девчонки, мне он очень нравится. Он вот именно вот так вот, как я все рассчитала. У меня все правильно получается. Никаких ошибок нет. И в мастер-классе я там подробно рассказываю, как я делаю расчеты. Все, в общем, прописываю. У меня там очень много подробностей. Я даже вот все рядочки прописываю на листочке у себя. Там кучу листочков уже перепортила. Ну, вот для того, чтобы сделать правильные расчеты и нигде не ошибиться. Вот у меня идет... Давайте я вам покажу уже на связанном рукавчике. Вот у меня идет погон по плечу. Такой узор я сделала. Жгутики такие, переплетения. И вот вниз они спускаются также к рукаву, по рукаву. Когда все это отпарится, я потом вам все красиво покажу. Здесь у меня уже затяжечка. Ничего страшного, я это уберу. Вот. В общем, вот такой вот у меня получается свитер. Девчонки, это пряжа. Пихорка народная классика. Здесь 400 метров на 100 грамм. Цвет 16-16 марун. 30% шерсти, 70% пан объемный. У меня, девчонки, было всего 5 моточков упаковка. Уже вот это вот идет. Четвертый моточек у меня. Я думаю... Сначала думала, что мне хватит довязать рукав второй. Но сейчас что-то смотрю, вот вроде как немного пряжи осталось. И вот, наверное, совсем чуть-чуть мне не хватит. Хотя утверждать не буду, потому что все равно рукав будет идти на сужение. Но вот все равно мне кажется, что пряжи еще, может быть, и не хватит. Ну, видно будет. Ладно уж там, если что, придется вставлять. Вот. Вот такой вот джемпер получается. Девчонки, мастер-класс по этому джемперу будет у меня в телеграм-канале. В платном телеграм-канале. Я когда-то вам давно уже рассказывала, что я хочу сделать телеграм-канал и туда загружать мастер-класс. Я еще, конечно, все точно не продумала. Работы все равно еще много с этим джемпером. Да, то есть я мастер-класс досниму. Мне нужно будет еще отснять превью. Мне нужно будет снять отдельно, как вязать вот эти жгутики. Да, ну, то есть начинающие девочки, возможно, и немного, ну, не будут этого понимать еще. В общем, я хочу все подробненько расписать, как для начинающих вязальщиц. Вот. И также еще куча монтажа будет. Поэтому пока толком ничего еще не могу сказать. Ну, вот единственное, что это будет платный телеграм-канал, в который я буду загружать периодически мастер-классы. То есть примерно раз в месяц будет выходить мастер-класс на какое-то плечевое изделие. И, как я, по крайней мере, сейчас думаю, будет туда вход единожды и насовсем. Да, то есть вы разошли, и уже там будет пополнение постоянно каких-то мастер-классов. И также я создам группу, как отдельный чат. Вы сможете между собой общаться. Ну, это еще все пока у меня в проекте. Я еще все это продумываю. Ну, вот, по крайней мере, еще год назад я думала об этом же. И, в общем, сейчас все это продумываю. Вот. Значит. И что сразу хочу сказать. В этом телеграм-канале мы будем много вязать для подростков. А все дело в том, что я хочу подключиться к акции «Тепло маминых рук». У нас наша газета местная, в общем, запустила такую акцию «Тепло маминых рук». Это женщины вяжут для детей детских домов области. И вот буквально недавно вышла статья, что уже собрали там какую-то часть посылки, уже отправили детям в Архангельской области, в один там из районов, уже посылку. И, в общем, вяжут. И, в общем, я тоже хочу подключиться и вязать для подростков. Я хочу вязать именно для подростков, вот таких вот 14-16 лет, мальчикам, девочкам. И, вот, соответственно, буду снимать мастер-классы. И вот это я все думаю сделать летом, когда, ну, не нужно будет, скажем так, нужно будет, вернее, подготовить к осени одежду, чтобы уже ближе к осени, к первому сентября, эти вещи отправить. Вот план у меня пока такой. И, соответственно, я буду вязать, я буду снимать мастер-классы и загружать на тот телеграм-канал. Вот так вот. Значит, вот такой свитер, девчонки. Это будет у меня 50-й размер. 50-52 даже, наверное, такой размер у меня вяжется. Ну, и примерно 400 грамм пряжи у меня уйдет. Ну, наверное, 400, потому что я там тратила еще на образцы. У меня было несколько образцов связано. Да, где-то 400 грамм. На 50-52 размер. Вот такой джемперок, девочки, вяжется. Все подробности уже будут позже, когда буду выгружать мастер-класс. Так, что у меня дальше по моим планам? Так, ну, как уже говорила за мочалку, вот у меня эти два моточка, еще полипропилена есть. Мне нужно будет связать женскую мочалку. И вот по этой женской мочалке будет мастер-класс. Будет на канале Яндекс.Дзе. Оставлю ссылочки. Все, девочки, ссылочки вообще на все свои соцсети. Я вам буду оставлять в описании под видео. Там есть группа ВКонтакте будет. Личный аккаунт ВКонтакте тоже оставлю. Мало ли какие-то вопросы возникают. Пишите мне в личное сообщение ВКонтакте. И, кстати, я там быстро буду отвечать. Также оставлю на Телеграм-канал. Не на платный, на обычный. Там свободный доступ. Просто вам нужно будет пройти по ссылке и нажать кнопочку присоединиться. И там в Телеграм-канале побольше новостей. Почаще я появляюсь, чем вообще где-то в других соцсетях. Ну и, соответственно, Яндекс.Дзе. Значит, это будет у нас мочалка. Дальше. Я тут сегодня нашла у себя вот столько носочной пряжи. Я когда-то давно вязала себе носочки. У меня было два таких наточка. Это Ализе Супер Вош. Думаю, все эту пряжу знают. Носочку, да. 100 грамм 420 метров. Состав у меня тут не прописан. А, нет. 75 шерсть. 25 полиамид. Цвет не прописан. Да, вот здесь не прописан цвет. В общем, я вязала, я высокие носки не вязала. Я не люблю высокие носки. У меня была одна пара связана в одну ниточку спицами номер 2. И вторая пара я связала в две ниточки. Я все подгоняла по секции. У меня тут они совершенно одинаковые носки. Я девчонке маме их не показываю. Им уже несколько лет. Но они совершенно не протерлись. Я их ношу. И мне очень нравится качество. Единственное, что очень сильно катышки появляются. То есть я их уберу. Но они все равно появляются. Но опять же я их, конечно, регулярно и ношу. И в общем, я нашла сегодня тут еще остаток. Тут, наверное, полноточка. И я, наверное, свяжу еще одни вот эти себе носки. Посмотрю. И возможно, что вот на носочке, я еще даже не знаю, каким образом их связать. Всяких техник много. И возможно, тоже сделаю мастер-класс. Но вот по поводу носочков обещать не буду мастер-класс. Но постараюсь. Вот. Потому что он так же у меня просто валяется. А так действительно качество мне нравится. В одну ниточку хочу связать. Вот. Дальше. Я задавала вопрос девочкам в телеграм-канале. Вот у меня есть три моточка пряжи. Лана Гросса, Кашмира. Это значит здесь по составу сразу скажу. 77% хлопок, 15% Кашмира, 8% Палеонид. Я никогда не вязала из такой пряжи. Заказана она у меня была почти год назад. Я заказала вот три моточка таких. Я вот задавала вопрос у девочек. Чтобы не связать с этих трех моточков. Да, она идет по 50 грамм. Здесь в 50 граммах 175 метров. И вот в общем я решила связать детскую футболочку. Мне состав понравился. Она такая мягкая-мягкая. Тут как такой шнурочек идет. И вот пушок такой есть. Ну в общем она мне очень нравится. Я хочу связать своей крестнице футболочку. Тем более хлопок. Ее и летом вполне можно будет носить. Вот. Хочу связать какую-нибудь с ажурами футболочку. И тоже на вот эту футболочку снять мастер-класс. В общем созвонюсь со своей кумой. И попрошу размеры. И свяжу футболку. Вот эту. Как раз я думаю вот этих 150 грамм хватит. Девочке 10 лет. Но она худенькая у нас. Поэтому я думаю этого будет достаточно на футболочку. Думаю, что скорее всего сегодня вечером я свяжу какой-нибудь образец. Сейчас подберу ажурчик. Свяжу какой-нибудь образец. И уже потом в телеграм-канале покажу. И возможно дам какие-то, скажем так, рекомендации по инструментам. Может какой-то аналог пряжи. Что не обязательно такую. Но по метражу примерно такую, если что. Вот и мы с вами свяжем детскую футболочку. Вот значит это у меня еще один план. Ну и я хочу еще. У меня еще есть 3 моточка одной пряжи. Она у меня уже 100 лет как лежит. Вот это пихорка народная. Здесь 220 метров на 100 грамм. 30% шерсть, 70% акрил высокообъемный. Цвет, цвет, девочки. Цвет 329 лаванда. Я хочу связать детский кардиганчик. У меня 3 таких моточка. То есть 300 грамм. Я когда-то хотела вязать шапочку детскую. Начинала вязала даже образцы. Но не срослось. В общем хочу связать детский кардиганчик с фаланчиками. На малышку пряжи немного. 300 грамм. Поэтому большой кардиганчик не получится. Но на какую-нибудь девочку маленькую хочу связать. И тоже сделать мастер-класс на Яндекс Дзен. Вот. Ну это мои ближайшие планы. Возможно что-то конечно изменится. Но пока вот так. И. В общем все подробности девчонки можете смотреть в моем телеграм канале. Там вот уже постоянно будет. Если я отвязываю какие-то образцы. Я конечно все буду показывать. Рассказывать. Там быстрее все новости будете узнавать. Так. Значит. Не знаю девчонки. Я сейчас может как-то сумбурно говорю. Просто я так отвыкла снимать. Я столько времени не снимала. Да. В прошлое видео. Неделю назад я снимала. Тоже мне показалось. Что я там вообще вся заикаюсь. Ну. Как есть уж извините. Уже когда-нибудь попривыкнем. Так. Ну и сейчас девчонки. Я хочу вам показать. Два изделия. Это мужской джемпер. Так. Сейчас. Секундочку. Я его достану. Первое изделие я хочу показать. Это мужской вот такой джемпер. Вы надеюсь видите. Да. В каком он состоянии. Он весь такой. В катышках. Хотя это честно говоря не катышки. А это вот такие как. Как такой пушок. Который уже скатался от стирки. Ему несколько лет. Это пряжа. Ализе Лана Голд. Классическая. Я его вязала для своего папы. Папа его очень-очень любил. Носил прям хвост и грибу. То есть поносил. Я его постирала. Он его снова одел. Почему я говорю в прошедшем времени. 10 января этого года у меня папа не стало. И в общем сегодня я опять. Когда вот порхала в шкафах. Нашла этот свитер. И посмотрела. Он постоянно стирался только в стиральной машине. 40 градусов. Отжимала 600 оборотов. И вот буквально наверное за последние полгода. Я его вязала в 19 году. То есть ему уже 3 года. За последние полгода он вот так вот стал вот как будто бы как сваливаться. И вот появились вот такие вот катышки. Не катышки. Вот такими как пушинки. Вот эти ворсинки. И они легко отделываются. Я пробовала убирать машинкой для катышек. Но она не берет. К сожалению. Хочу я его привести в порядок. И возможно кому-то отдать. Его еще можно будет поносить. Не скажу что прям парад на выходной. Но где-то одеть под какую-то куртку для работы. Что-то поделать на улице. В деревне. Думаю весьма даже неплохо подойдет. Вот. И в общем девчонки у меня на этот джемпер есть подробный мастер-класс на ютубе. Девочки те кто смотрят на дзене. Я ссылку оставлю. В описании под видео. Может кто-то захочет связать. Но единственное девчонки я скажу. Вязали много девочек. Вязали по тому мастер-классу. Я там в принципе тоже даю много подробностей. Но у меня у самой сейчас. К тому мастер-классу возникают подробности. Ой подробности. Вопросики. Я тогда еще не была совсем опытной. Многому еще училась. Но вот. Сама тогда сделала вот эти все расчеты. Додумала. Как рассчитала. Связала регланом снизу. И сейчас я хочу связать тоже. Не знаю когда. Возможно осенью будем вязать мужской джемпер. Регланом снизу. Тоже хочу связать. Но уже немножко все по-другому сделать. И это тоже будет скорее всего в платном телеграм-канале. Все там подробности все равно будет делаться. Как на подобии курса. В нескольких частях все это. Точно так же как с этим регланом погонам. Который сверху. Мы еще кстати будем вязать реглан погон снизу. Там тоже будут и расчеты. И все будет. В общем. Те кто хочет научиться делать расчеты. Ну по крайней мере как я вот их делаю. Как я вижу. Я вот показываю. Рассказываю. Вот. Может несколько. Не так как делают все. Ну. Я уж как умею. Как мне удобно. Так я показываю. И обучаю. И в общем. На такой джемпер я тоже хочу сделать. Вот. Как мастер-класс. Как типа что-то курса. И отснять. Вот. А этот джемперок я приведу в порядок. Ну девчонки. В принципе. Если. Вы пройдете на этот мастер-класс. Там тоже много чего можно подчеркнуть полезного. Я не говорю. Что он уж у меня совсем плохой. Просто где-то есть недочеты. С моей стороны. Ну. Я тогда вот. Как умела. Так вязала. Можете даже хотя бы просто посмотреть. Ради интереса. В особенности опытная вязальщица. Может даже и посмеетесь надо мной. Вот. Вот такой вот у меня джемперок. И. Буду его приводить в порядок. И я кстати. Когда я его приведу в порядок. Я его сфотографирую. Вот таким. И потом когда уже вычищу. Все приготовлю его. Вам. Возможно выложу фотографии в телеграм-канале. Покажу разницу. Какой он был. И какой он стал. Вот. Так. Поэтому. Значит. Цветерочку. Все. Поставлю наобратно. Подруги. Так. Ну и девчонки. Еще один. Еще одно изделие. Тоже из пряжи Alize Lana Gold. Тоже. Почти три года. Это мой кардиган. Кардиган жемчужная вишня. На него тоже есть мастер-класс. Я его таскаю. Конечно. Сейчас. В особенности. В последнее время. Вообще. В хвост и в гриву. И я вам скажу. Все. Вообще. Липнет к этой пряже. Вот. Именно. Вот. К этому цвету. Я вам скажу. Потому что. Вот. К этому джемперу. Вот. Такого не было. Чтоб что-то прилипало. А здесь. Вообще. Вот. Просто. Я его одену. Чуть-чуть. Похожу. И. Все. Чего-то. Я нацепляла. Вот. Так. Что. Он. Тоже. Не скажу. Что. Совсем уж. В приглядном виде. Я его стирала. Тоже только на машине. Тоже 60 градусов. Ой. 40 градусов. 600 оборотов. Вот. И. Что. Я хочу. Значит. Сказать. Я когда вязала этот кардиган. Я снимала мастер-класс. Тоже оставлю ссылку на плейлист. Тоже все в описании под видео будет. Там у меня был. Рукав фонарик связан. Тогда все вязали рукава фонарики. Это все было в тренде. Я конечно же. За любой кипиш. Да. Кроме голодовки. Поэтому. Я тоже связала рукав фонарик. Но. В последнее время. Мне. Он стал мешать. Он реально был широкий. Такой. Большой. Объемный. Была длиннющая резинка связана. Я загибала ее. Вот так вот носила. Но. Не совсем удобно мне. Да. Тем более. Я его сейчас часто дома ношу. Когда вот прохладно. Я его одеваю. Я. В общем. Распустила рукав. И перевязала. Обычно сделала рукав по руке. В общем. Как я делаю. Я девчонки не делала здесь никаких расчетов. Вот именно. Вот потому как делать убавки или что-то. Я подняла петли. Распустила рукав. Здесь прямая пройма. Здесь никаких. Нету. Убавлений. Или что-то. Просто прямая пройма. Я тот рукав распустила. Если что. Проходите в мастер-класс. Подробности все там. И. Взяла меньший номер спиц. То. Я по-моему там вязала на. Четыре с половиной. Или на пятерки. Здесь я взяла четверку. И просто стала поднимать петли. Две петли подняла. Одну пропустила. Две петли подняла. Одну пропустила. И вот таким образом. И потом просто стала делать убавки в каждом десятом ряду. Примерю на себя. Посмотрю. Ага. Нормально. Дальше делала убавки. И вот так вот. Несколько раз примерила. И в принципе все нормально. Потом просто связала двадцать четыре рядочка резиночкой. Оставила. Вот примерно до сюда довязала. Вот так вот где-то. И двадцать четыре ряда резиночкой провязала. Тоже так же примеряла. Смотрю по длине достаточно. Все. Петли закрыла. Там. Как закрывать петли иголкой. У меня в том же мастер-классе показано. И все. И как бы ничего тут сложного нету. Да. Сделала по руке просто. Потому что сложно. Ну не очень мне было удобно. Вот. И вот скажу честно. Что вот здесь вот катышек намного меньше чем тут. Ну опять этот же свитер папа очень часто носил. Он все время практически в этом свитере был. Вот. Ну здесь тоже появляются. В особенности на рукавах. Где рукава трутся. Вот здесь вот. Ну катышки появляются. Ну он у меня больше как домашний. Где-то на улицу выскочу. До магазина дайте когда не холодно. А так больше его ношу дома. Значит. Здесь я вязала. Смотрите. Делала как бы V-образный вырез такой. И когда я уже стала привязывать планку. Здесь у меня сделана кетлевка. Ну достаточно тогда сложно мне было. Потому что я полностью у меня кардиган этот очень длинный. Он у меня ниже колена 25 сантиметров по-моему. С учетом моего роста метр восемьдесят. Да. Он длиннющий я вам скажу. Вот. Вот такой вот он огромный у меня. И в общем я это от низа. От подола. Полностью все. Все через горловину. И с другой стороны подола я поднимала петли. Вывязывала полностью вот эту кетлевку. И уже потом стала вязать. Когда резинка один на один. Вот где у меня был V-образный вырез. Вот здесь вот видно. Так. Секунду. Вот. Здесь вот видно. Где у меня V-образный вырез идет. Я стала вывязывать девчонки укороченные ряды. Вот тут вот видно тоже. Как бы вот этот V-образный вырез компенсировать. Вот. И знаете я не делала ни пуговиц, ничего. Я сейчас конечно об этом пожалела. Пуговки бы сейчас не помешали. Но здесь как бы уже ничего не сделать. Если только кнопки ставить. Ну кнопки я не очень хочу ставить. Поэтому я решила, что мне нужен поясочек. У меня как раз осталась пряжа. Вот такой моточек. Когда я распускала рукава. Это у меня считай в два раза меньше ушло пряжи на один рукав. Чем было затрачено, когда был фонарик. Он был намного длиннее. Он был намного объемнее. И резинка была в два раза больше вот этой. То есть связано огромное. Я загибала. И в общем нитки у меня остались. Я решила связать поясок крючком. С имитацией резиночки один на один. И тоже вот когда я буду вязать поясочек. Я наверное сделаю такой небольшой лайфхак. И покажу как я это делаю. Как буду вязать крючком. Я как многие девчонки. Те кто со мной давно знают. Что я крючок не очень люблю. Но вот это тот случай. Когда наверное я все таки свяжу. Поясок резиночкой один на один. Вот чтобы мало ли что где-то подвязать. Просто когда вышла на улицу. У вас может какой-то ветерок. Да если до магазина допустим доскочить. Ну конечно мне тут и кардиган сейчас надо будет почистить. Катышкой убрать и все. Вот. В общем вот девчонки. Это испытание временем. Но честно скажу. Я пряжей Ализе Лана Голд очень довольна. Я не знаю. Хотя вот некоторые девочки. Я тут недавно смотрела. Говорят что сейчас качество Лана Голд изменилось. Это все равно уже несколько лет. Мне эту пряжу даже и вот на кардиган. И на вот этот джемпер. Мне присылались интернет магазинов. На рекламу. И вот я тогда вязала вот эти вещи. И как рекомендовала вам всем вот эти интернет магазины. Вот. Поэтому не знаю вот как сейчас. Но в ближайшее время я планирую заказать еще пряжи. Скорее всего в апреле буду заказывать. У меня есть еще упаковка Ализе Лана Голд. Там такой цвет зелено-голубой скажем так. Я вам потом покажу. Вы конечно эту пряжу видели когда я ее покупала. Вот вместе с этими ниточками. У меня упаковка. И тоже я еще думаю то ли детский комбинезончик связать. То ли что-то другое какое-то плечевое. Ну посмотрим. Возможно это оставлю. Вот когда буду вязать летом для подростков. И что-то для подростков будем вязать. Думаю худи связать. И в общем посмотрим толстовки худи. Будет видно. Вот. Девчонки. Вот такие вот у меня на сегодняшний момент новости. Все подробности которые у меня будут возникать. Что-то новенькое когда буду вязать. Образцы вот в особенности с этой пряжи. Буду стирать. Я никогда не вязала вот с такой пряжи. Поэтому мне интересно все-таки попробовать. И посмотреть что за пряжа. И связать вот эту детскую футболочку. Я все вот эти подробности буду показывать в телеграм канале. Там мне в принципе удобно. Это как блок о вязании такой вот прям ежедневный. Хотя не скажу что я последние несколько дней не заходила практически в телеграм. Только посматривала тех девочек которые там что-то выкладывали. А с вами ничего не выкладывала. Вот. Поэтому девчонки ссылочки на все мои соцсети которые активны. Я вам оставляю. Проходите. Обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на Дзен. Потому что все, повторюсь, все мастер-классы которые будут выходить бесплатно. Не все сейчас будут на Дзен. Я вообще подумываю. Возможно некоторые из мастер-классов с Ютуба скачать и залить на Дзен. С Ютуба удалить. Но пока я только думаю над этим. В общем ладно. Будет видно. Вот. На этом девочки у меня все. Вам всем огромное спасибо за просмотр. Я всем желаю мира, добра, чтобы все у нас всех было хорошо. И надеюсь, что так оно и будет. Еще раз спасибо огромное за просмотр. Если вам все понравилось, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Напишите комментарий. Как вам вообще мои планы, мои процессы. Что вы вообще хотите видеть. Какие мастер-классы, может, хотели бы видеть на моем канале Дзен. И, девочки, до скорых встреч. Всем пока-пока.